Больше нет. Ну что, друзья, всех приветствую на втором дне марафона по игре God of War. Или по-английски это называется Бог войны. По-русски вернее. Так, фулл фрейм. Если, друзья, опять у нас со звуком будут какие-то проблемы, пишите мне обязательно в чат сразу же. Вчера был сложный вопрос, мы звук отрегулировали. Но после этого, как помните, посмотрели на... Наконец-то на NHL 15. И после этого настройки звука безусловно сбились. Я вроде бы вернул их первоначальным значением. Но, тем не менее. Все, поехали. Если вы помните, мы вчера закончили как раз на том моменте, как... Наш главный герой встретил Ореса, Бога войны. Бог войны. Я не забыл тебя. Что ты сделал той ночь. Этот город будет твоей могилой. Нормально сейчас слышно было перевод, друзья? Все нормуль? Все нормуль? Отлично. Так, кстати, а куда нам идти? Налево или направо? Давайте посмотрим еще, что направо. Может быть, там какие-нибудь ништячки есть? Ну-ка, ну-ка. Слушайте, непонятно, куда идти. Налево... Налево пойдешь. К богу войны придешь. Направо пойдешь. Лилей отгребешь. Тут непонятно. Куда идти-то? Налево или направо? Ладно, попробуем сначала налево. А, вот, точно. Налево, налево нужно идти. Я вспомнил этот эпизод. Видите, что он сделал? А все, что мы сюда зайдем, уже не вернемся. Поэтому лучше прочекать сначала эту локацию. Потому что от апгрейдов в этой игре зависит на высоком уровне сложности достаточно много. И чем больше мы собираем всяких секретов, тем проще будет проходить дальнейшие эпизоды. Только не в меня. Не надо. Молодец. И... Что это? А, я думал, это заставка. На самом деле нет, ничего. Отличненько. Еще одна... Один глаз горгоны. И у меня будет полный набор для увеличения здоровья. Это массивная дверь, украшенная символом городского оракла. Дверь закрыта крепко, и ты не можешь ее открыть с этого места. Ну, окей. Видимо, нам придется вернуться сюда. Как красиво сделано, а? Я помню, я когда увидел вторую часть, меня God of War зацепил прежде всего за счет второй части. А там вот этот эпический размах, он будет еще больше. Все эти боги войны, сражения и так далее, это будет просто супер. Вообще, нужно сказать, что первая и вторая части God of War, они отличаются. И... обе части мне нравятся примерно одинаково, я даже затрудняюсь сказать, какая больше. Вторая часть мне нравится своей невероятной по тем временам эпичностью и размахом. А первая часть мне больше нравится своими уникальными лабиринтами, которые будут дальше. Так, стоп, я разучился. Так. Ага, у меня нечем просто, да? Опа! Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok . Опа! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на К bizarок, в этой части обо neon! Субтитры сделал DimaTorzok А, это третий уже что-то получился у нас? Ничего себе, быстрее я на них не потратил всю ману. Мультиплеер Ascension не будет, блин. Немножко не то, не то, чего бы я хотел. Я не хочу сказать, что он к чему-то там сильно плох, или наоборот, но просто... Наш марафон будет. Наш марафон будет. Да что такое? Сколько вас тут? А, смотрите, бесконечно мана пополняется в сундуке. Можно всех замораживать. Очень отлично. А, я думаю, они тут бесконечные будут. Все ясно. Все ясно. Давайте проверим, что открывает эту дверь. А, ясно. Все, все понял, все понял. Давай, походи сюда, лошарик. Нужно заморозить эту тварь. Прямо на этой точке. И тогда мы получим доступ туда, за решетку дальше. Может быть, как-то заманить его? Но он как-то неохота... Есть. Ах, ты! Ах, ты! Не так, как нужно. Заморозил. Есть. Ах, ты! А, людей можно теоретически убивать. А, и получать с них... ... очки опыта. Потому что это год оф вор. Тут можно. Тут почему-то это считается нормой. Ну что, Глаз Гаргоны? Или... Перо Феникса? Нет, это просто... Просто мана. Так, а здесь-то мы были, нет? Нет, похоже, ничего нет. Капец, какие голоса громкие. В смысле, потише сделать игру? Или что это значит? Напишите, пожалуйста, в чат. Нет! Нет! Я не знаю. А, нужно ли... ... убавлять игру? Вот в чём вопрос. Музыку мы, в принципе, и так уже убавили. О, да, друзья! Вот они, новые... ... новые... ... новые удары. циклон хаоса какой-то появился так циклон хаоса в воздухе дух геркулеса так 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 что означает слово хэйдз надо перевести так это спас царство теней угол падения но скорее всего в данном контексте это конечно же царство теней так и не сто процентов помню что здесь еще какой-то секрет был прям хорошо помню что был ведь а может дальше конечно кстати очень хорошо что он стоял потому что мы таким нашли секретное место не забудем мы про те два которые остались позади left behind зараза ничего нет а с там вот-вот-вот-вот-вот-вот есть увеличение друзья здоровья первая готова а а а а а а а а Разрывать это, конечно, очень эпично. А здесь, скорее всего, будет у нас опять СПА. Да, тут есть. Здесь ничего. А, будет еще какое-то место. А, может быть, это не в этой части, а там заходишь в дом, есть лестница, по которой можно подняться. Так, бычок, 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 привет. Ну-ка, потестируйте. Да, это классный удар. А, у меня не хватает мало, да? А, у меня не хватает. А, у меня не хватает. Паум. Странно, мне показалось, что я его убил, каким-то образом зарядился. Ну что ж, порвали парня, рот, второй на очереди, так вот можно разбираться, чтобы здоровье восстанавливалось. А, Хейрис, бог подземного мира, нет, там другое, это Аид, а Хейрис, это немножко другое. Царство теней, ад по-русски, то есть по нашему представлению, да, это больше похоже на правду. О, тут целых два. Опять Глаз Гаргоны. Первый Феникс, который прибавляет максимальный запас маны. Иди сюда. Звучит его. Ай, ой, 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 опасность. Опасность? Может быть здесь? Это то интересное место? Нет, это нет. Где можно забираться на второй этаж? Где-то было, я помню. Возможно это было в тех играх, которые на PSP выходили, конечно. Не так. Неплохо так PSP собрал. А дальше-то что? Может наверх как-то все-таки? Смотрите, наверх таки надо. Но как? Я не уверен, кстати, что так и было задумано, что я здесь прыгаю. А как я эту дверь-то пропустил? Интересно. Может быть сюда? Что ж ты будешь делать? Туда идти-то? А-а-а! Ясненько! Ну самое-то интересное, что там ведь был дом, в который.. Явно что-то наверху, вот на этом доме наверху что-то и есть. А попасть на него очень сложно. Вон, видите, там наверху что-то? У меня мог бы шипаться. Окей, ладно. Приходим отсюда. Уходим-то, уходим, а вот куда? Во, вижу-вижу, веревка, веревка, точно. То есть сюда можно не ходить, нужно просто дальше уничтожить. Рождение. Так, нам нужно раскачиваться и прыгать. Что ж это? А как тут раскачиваться? А, понятно, окей. Опа, неудача. Приветствую вас всех, друзья. На втором дне марафона, как только что присоединился, напоминаю, что после каждого дня марафона мы разыгрываем один балл и тот зрителей, который будет самым внимательным по итогам всего марафона получит у нас игру God of War Collection. А также один счастливчик будет выбран среди подписчиков группы ВКонтакте, кто сделал репост. Так. Пост, который нужно репостить, я закреплю сегодня после окончания стрима. Он есть в группе ВКонтакте, но пока не закреплен. Вы можете в ленте новостей найти. Ссылочка справа вверху. Спасибо за призы. Магазину gamemagaz.ru Вы можете там заказать игру. Либо у них есть точка k2play.ru По ссылочке с gamemagaz тоже туда можете перейти. Если вам нравится то, что они делают, предоставляют там игры для розыгрыша и так далее, для марафона самое главное, то можете перебрести что-нибудь в качестве благодарности. Может быть, таких вот розыгрышей, марафонов будет больше. Если они увидят обратную связь. Это касается всех. Не важно, смотрите вы на ютубе уже повторкли бы. Прямой хер. Ну что, друзья. У нас городская площадь, Афин впереди. По курсу. Вообще, нужно еще сказать, что из слэшеров, из всех оружие Кратоса мне нравится больше всего. Извини, брат, но мне нужны твое здоровье. Потому что то, насколько интересно играть Кратосом, вот эта механика уклонений вот этих вот. Видите, правым правым стиком делается. Раз, в любую сторону. Сюда, туда. Это особенность, которая впервые, наверное, появилась как раз-таки в God of War. Я помню, когда играл в Darksiders вот на правом стике таких вещей мне, ну, очень не хватало. Я настолько к этому привык. Это настолько правильно с точки зрения геймдизайна, что другие игры, когда уже не имеют такую особенность. Это очень плохо. Сюда. Играет музыка Давайте катимся Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Геймпад вибрирует. О-о-о-у, жареным запахло. Так сильно геймпад вибрирует. ФПС немножко проседают, не на стриме, а у меня на консоли почему-то. Видимо что-то здесь немножко не доработали при ремастеринге. А может оно и тормозило в оригинале так. Я даже не успеваю уклоняться из-за того что и проседания идут. ФПС бывает 10-15. Он еще не умер что-то. ФПС бывает 10-15. Идем на жива. Ой, елки, зачем мне попался-то жители. Ну еще маленько осталось. Видите, они мешают только бывает, но в нужный момент, когда нужно нажать кнопку круга, пробегает какой-нибудь замудонец. «Привет, привет, Андрей». «Привет, привет, Андрей». «Привет». Интересно, почему он не может зацепиться вот за эту сеточку, за эту преграду переползти. Такими темпами мы достаточно быстро прокачаем основное оружие Кратоса. «Привет». Кратос на его минус – это оружие более ближнего боя. «Клинки хаоса» и он имеет очень хорошую дистанцию. Поэтому лучше всех. И самое главное, что зрелищнее. Потому что клинки хаоса, мне кажется, это самое лучшее оружие вообще в слешерах, самое красивое. Не подходи ко мне. какая красота привет сталин всем привет и зачем это нужно было странное местечко кого-то порвало немножко привет привет серж тихо у нас туда нет нормуль может быть не не постоянный спам идет но нормальная такая обстановка есть о чем поговорить все будет еще вопросы задавать будет все хорошо тайные стены да они такие очень даже держись от меня подальше нет я догоню тебя женщина и сделаю просто будет то что делаю со всеми да нет я догоню тебя догонял так стоп что мне это напоминает обратите внимание на на отражение на полу а где-то все было в оригинале просто не так не так не в таком разрешении высотам а игра то вышла в 2005 году я вам скажу на пока таких игр не было безусловно странное место спрыгивать я не буду пожалуй насчет gta 5 я считаю что это все спекуляции и не нужно подобным слухам которые создаются ради пиара себя любимых верить им пока rockstar не скажет что они перенесли игру ничего не произойдет я знаю я знаю кто ты я знаю что ты сделал монстр подожди не подходи ко мне держись подальше женщина как ты посмела струха померла ну ладно что же делать сама виновата ну вот видите хаммер написал все что нужно по этому поводу что rockstar порвергли слухи касающиеся переноса игры на пятнадцатый год но я еще раз говорю вот у нас очень интересная такая такие люди и пресса то есть пресса высасывают слухи и из носа там выковыривает как геймбомб кто-то там говорил что геймбомб это очень уважаемый ресурс а на самом деле ковыряют в носу придумывают новости я не знаю как можно вообще им верить также другие западные издания а люди начинают это все разносить правильно путин в свое время сказал выковыривает из носа там в новость какую-нибудь и начинается я думаю что просто не нужно даже поощрять подобные новости если вы начинаете их разносить как заразу какую-то вирусную по интернету то вы сами провоцируете вас постоянно скажем так держать в неведении обманывать вас нахи твое кажется он туда пошел а а Серж, ну это же бог войны Кратос, он несколько иначе на людей смотрит. Мы, наверное, по возможности будем пробегать врагов. Если нет обязательного задания с ними драться, то зачем это делать? Единственное, что меня смущает, вот это вот место. Ну да ладно. Что-то я очкую туда нырять, но вроде все нормально. Ореса убил, ты что? Нет, еще пока. Как я его убью-то, если игра еще только процентов, наверное, на 30 пройдено. Парни, как же вам не повезло, а? Вы родились, наверное, 13 числа в пятницу на острове Невезение, про который пел знаменитый Миронов. Бежали-бежали и вдруг обвалился потолок именно в том месте, где они бежали. И мы находимся сейчас на крышах Афин, города Афины. А куда идти-то? А, ясно. Мы никак не можем помочь бедолаге. Наверх я тоже, получается, прыгать не могу. Почему-то здесь тоже не могу. Странно. Куда надо прыгать? А, я понял, все, понял, понял, понял. Нужно каким-то образом перепрыгнуть вот на ту стену слева. Но у меня никак не получается. Нет, нет. А, вот, отлично. Так, там, да-га. Опа. А. А определенность. Опа. Блин, как же я не люблю вот этих вот гаденышей. Они настолько злые. И все, короче, у меня уже, уже очень все печально. Очень злые ребята. Так, нужно вовремя будет юзать. Отлично. Один готов. Гаража, вот буквально два удара, смотрите, у меня уже КП нет, все. Попался под раздачу. А, и хватать можно. Но если можно хватать, то это все меняет. Графика подкачивает. Да ты что, эта графика 2005 года. Даже раньше игра была выпущена. Убирая. Гiscal моего фильма. ты жёсткий ребята очень жёсткое место я успел последний момент просто я я я я я я я Вот это местечко, а? Вот это замес. Ну что, мы очистили тут от нечисти всё? Видимо, нет ещё. Мне уже страшно. А я так понимаю, вниз-то я пока не могу спуститься, а подхилить. Ох ты! Так. Ну видите, печально, как тут закрыто, а здесь наверняка тоже. Да, я никак не могу пойти полечиться. Там ребята суровые собрались сверху. Забыку как-то поправить наверно, да, немножко? Постоянно меня куда-то в сторону уводит. О-о-о-о-о! Видите, все в жопу Можно как-то это место, интересно Пробежать, не дравшись Здесь они почему-то умеют во время добивания делать всякие пакости. Так, как же туда пойти? Видимо пока я их убью, ничего тут не получится. Так, я придумал, нам нужно проапгрейдить либо заморозку, либо вот эту штуковину. Посейдон Рэйдж называется. Мало, а? Орбс. 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 Достаточно быстро разобрался. Будем надеяться, что с теми сверху, из-за того, что будет запас, наверное, здоровья. Ну что, нормуль? Фух, сейчас рыба нормально. Так, здесь у нас что? Здоровье. Хочу бы немножко орбс пособирать, чтобы апгрейдить Посейдон Рейдж. Сколько там сейчас хватает? Пациентов 25, наверно. Их вывуманить как-то сюда. Они их не выйдут. Слишком опасно. Ужаскач. 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 А, нет! Ужаскач. 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 Блин, вот такие высаживают моменты, конечно, а. Просто нет слов, как высаживают. Какая ты не можешь убежать. Уже на люлях. Ужаскач. У меня есть такое впечатление, что я сейчас потрачу. Очень нужно мне здоровья. Поехали! Эти гаденыши, которые постоянно респавнятся, они, конечно, тоже добавляют масла в огонь. Я даже не знаю, стоит ли сейчас здоровье тратить. Вообще, наверное, зря я на них тратил почти всю ману. Ладно, вернемся в мечта. Спамом Ярости Посейдона нет, не пройти. Слишком быстро мана кончается. Черт. Какие уроды, а вообще. Капец просто, а. Ну, тогда, тогда я просто сейчас не буду тратить ману на этих уродцев. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 блин это очень плохо когда попадаешь под удар и все и парализует так быть не должно а самое отстойное что чекпоинт очень длинный видите я почти схватил ее но каким-то странным образом так ладно окей они в землю закапывают основной отстой я потерял очень много хп лучше переиграть я больше не буду на ракутации хватать просто пока их много буду аккуратно вот видите один удар нельзя получить просто взять и один удар сразу отгребаешь людей несколько раз серию ведь он сразу же пол хп забирает поэтому я говорю немножко несбалансированно ребята Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Ну всё. Если ты начинаешь серию ударов делать, у тебя пошла серия, то что отстойно, то ты иногда не можешь просто взять и там блок вообще не ставится в этих эпизодах. И в какой-то момент ты просто не можешь ничего сделать, тебе просто приходится получать юлей. Тоже блок. Нельзя прервать серию ударов. Пожалуй, например, три раза в барыше делать, но специальная серия шла. Тварь закапывается в землю, и ты уже прервать не можешь, пока серия не пройдет до конца. Загонится. Сейчас открою, проветрить окошко. Тварь закапывается. Н Nok. В 빨리 девушку. Загонится. В путь 3. Тварь. 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 Загонится. Тварь. Тварь. Франь. Продолжение следует... 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 А почему он так долго, я не понимаю, почему он так долго в закопанном состоянии Абузит, это вообще непонятно И Кратос как скопанный порой встает, не может двигаться Абузит А, тролля можно убить Нет, это не в этой части, по-моему По-моему, не в этой части можно залезать на этого огромного гоблина и мочить всех Если я не ошибаюсь, это, по-моему, будет дальше А в других частях Со второй, наверное Видите, иногда бывает, даже не видишь Он появляется, и там уже поздно Ограниченное, ограниченное, скажем так, зрение, что-ли здесь Всего поля боя, оно не за злую ошибку выиграет Дело даже не в реакции, а в том, что он появляется слишком внезапно перед тобой Это бесполезно, открывается Может быть, все-таки попробовать... Наверное, я не буду тратить терапия с Посейдоном Видите, они меня... Я даже когда бегу, бывает, настигают Быстрее, что они меня бегают Даже лучше, по-моему, получалось до этого Как же с ними справиться-то, а? Ярость Посейдона тратить, что ли? Ну, видите, что я говорю Посейдона тратить, что ли? Продолжение следует... 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 Нет, так не получится, как ты пишешь, красный. Они, когда ты делаешь через О, они тебя добивают. Ну, делаем так же тогда, идем наверх и пробуем сначала этих тварей убить. Это нормально, нет, что я даже пройти не могу. Когда стоишь, как истукан, все нормально. Мне почему-то предлагают переключиться сразу же на легкий режим после нескольких раз фейлов, но на легком-то проходить вообще не вариант. Если бы хотя бы на нормальный предлагали переключаться, на изи-то зачем? Тоже логики никакой нет. На два уровня сложности сразу же так, опа. На два уровня забегал. Продолжение следует... 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 Всё пошло не так. Жалко времени убивать на это, а? Видите, никак ничего тут не сделает. Продолжение следует... Давайте 3-го ещё покажите, или я уж точно на изи пришёл. Слушайте, а нет 3-го. Да ладно, 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 ладно. Ёлки-палки, а? Самое обидное, что сейчас записаться на меня. Я сейчас отгребу от тех бомжей снизу. Уже ничего не поделаешь. Так, а если, 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 если... Так, ярости Посейдона у меня уже нет. Это прокачивать почти бесполезно. Ну ладно. Сейчас снизу тех парней надо очень аккуратно бить. Уходи оттуда! Уходи оттуда! Уходи оттуда! Ну ладно! Выходи оттуда! Сейчас я всё успел... Петухи. Уходи, да. Уходи оттуда. Уходи оттуда. Ну, да, нет, нальюдору за твой. Да, нет, нет! Так, а если... ...попробовать вернуться... Блин, а? Что за беда с этой игрой? Зачем такой большой эпизод сделали? Таким сложным. Жалко, нельзя... ...включить... ...Л3 и Р3, чтобы можно было... ...силой богов-то биться. ... 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 О, нормально получилось. 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 О, okay. О, okay. О, okay. О, okay. О, okay. О, okay. О, ладно попробуем тогда по-другому все-таки. О, okay. 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 Все нормально, но вот в этом эпизоде, ну это перебор какой-то вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем. Если сейчас сканает все, без ярости Посейдона будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Нужно дождаться, пока не видимо. Тише, 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 тише. Так, возвращаемся. Ну и что сейчас делать? Да иди ты нафиг! Черт! Черт! Чего ты его не отгреб? Черт! 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 Субтитры делал DimaTorzok надо же надо было столько крови попить я надеюсь дальше таких эпизодов не будет привет док сейчас соберем там перо феникса и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Блин, а что же нужно делать-то, а? Как туда выпрыгивать? А если попробовать сначала перепрыгнуть туда вот налево? Хотя нет, сомневаюсь. Мост там вряд ли не поднимем, а пусть не будет. Хотя нет, почему? Можно, по-моему. Что-то он не хочет туда ползти. Что-то он не хочет туда ползти. Ну, наверное, сейчас мы с этими тварями-то... Опять вы! Да, как? Что-то он не хочет там. Да, как? Что-то он не хочет. Какая-то, как раз-то он не хочет. Что-то он не obtain. Отлично. Только здоровье бы неплохо попро... А, мы же можем вернуться назад. Нет, не уверен. Там, по-моему, нельзя спрыгивать обратно. Потому что перед мостом был сундук с лекарством. А все равно придется. Другого варианта нет. Так, еще варианты. А, все нормально, спился. Смотрите, он куда-то смотрит туда. Можно ли назад прыгнуть? Нет, не буду рисковать. Может быть сюда все-таки? Да, есть. Вот оно, долгожданное сохранение. Парни, небольшая, буквально... Я без голоса поиграю, буквально, несколько, там, секунд 30. Так что не переживайте, все нормально. Парни, небольшая, буквально, я без голоса поиграю. Парни, небольшая, буквально, летая, буквально... Война! Проферильм Продолжение следует... 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 Как ты сползай слоу-поху. Знаете, что эти гаденыши делают, о господи, не дают. А как их убить-то? Может их заморозить можно? Нельзя. Нееет! Парни, кто знает, как их убить? А как их убить? Кто знает. А-а-а, понял. Привет. 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 Гитара. Я сейчас поздоровался с тобой. Видимо, адблок включил. Не слышал? Парни, отключайте адблок, имейте совесть. Реально. Ну поставьте в исключение, не сложно же. Или покупайте премиум, всё просто. А-а-а, нет, не так. Мы всё-таки сходим сначала, заберём жизни. Коварные мы. Не, так мне без разницы, можете пользоваться адблоком, только это... Заберите премиум, посмотрите в очень хорошем качестве. Интернет, правда, нужен хороший, потому что трансляция в пиках идёт пять с половиной мегабит в секунду. А бесплатное качество там что-то около от полутора до двух. Ты! Ты! Я должен пройти! Отпусти этот... Ручник, опусти монстры! Нет! Я не должен пройти меня! Эти монстры! Они... Они... Они украдут меня! Трус! Мне очень нравится это английское слово coward! Трус! А я что, обратно что-то спустился? Я что-то был уже. И что нужно сделать? Скажите, я разве не отсюда пришёл вообще? Отсюда же! Мост опустился. А в чём прикол? Ммм... А я допрыгнуть ведь не могу? Ох... 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 Знаешь... Ох... Да-аак... Что это делать-то, подонок... А мне кажется, знаете, в чём фишка? Его нужно убить. А убить его нужно... Можно только тем, что получить стрелы. Да, это трус убивается стрелой. Все верно. Следовательно, нам нужно получить стрелы. Самый главный вопрос теперь на повестке дня. Где получить стрелы? А вниз нам не надо? Нет, не надо. Так, стрелы, стрелы, стрелы. Вниз по ли... А, вниз по лианам. Тоже вариант. Причем неплохой вариант. Мне нравится. Не очень. Так, смотрим. Так, смотрим. Так, смотрим. Не забывай меня. Так, смотрим. Старик. Так, смотрим. Как туда попасть? тут-то понятно спрыгнем это нам ничего не даст это зачем мост опускается это же не просто так чем-то же он должен опускаться причем же его смысл может мы что-то не подобрали таки а вы тут взялись то ребят нет нет так не пойдет я сами уже дрался может все таки нужно по веревкам то ползать ну смотрите один единственный выход а зачем возвращаться я сильно сомневаюсь самое главное куда вернуться там там разве есть туда с другой стороны выхода все равно нет да нельзя единственный вариант вот сюда идти да это вариант стать похоже на то еще на раньше не заметил тут путь так тут что-то много всяких ходов это вот вот а они и они Ничего полезного, может быть в этих двух местах. Здравствуйте! Ну что тут ребята-то было, а? Кстати, нам нужно проверить Посидон Рэйдж, можем ли мы апгрейдить. По-моему уже да. Отлично. До третьего левела можно апгрейдить, но пока у нас недостаточно маны. То есть орбов. Сюда мы ещё вернёмся, надо проверить, что я тут мог забыть. Странно. Ясно, ясно. Окей. Интересно, можно его, получается, туда в зал откатить? Могучий Кратос. Как вы думаете, в зал нужно ведь катить? Логично, да? А так вот он не катится уже. Тут, видимо, придётся старым дедовским методом. Крутить-то можно, но нужно на чём-то крутить. Сам по себе-то он не крутится. Ну, видите, там есть место, где теоретически можно его вращать. Если мы повернём, то мы можем разбить дверь. Вот здесь вот, да? А толку-то? А если ещё раз? И он в ту сторону смотрит теперь. Что-то нам даст. Слушай, да, блин, точно. Я ещё подумал об этом, но что-то, видимо, не додумал немножко. Круп-то правильно можно же туда-обратно крутить. Скажем-то. Так, ну что ж, давайте попробуем. Есть! О, далеко идти-то, да? Тогда сначала по лестнице нужно залезть, собрать там, что там есть. Угу. Парни, как по-русски называется вот эта вот штуковина? Слово забыл просто как называется. Сейчас проверим. Ручка, рычаг, да, рычаг, а я, я, у меня всё ручник почему-то, а это же на самом деле рычаг. Вот то, что нам нужно, сейчас мы получим. Я думаю, скорее всего, будет какой-то бой опять неравный. Он скажет, ты должен заработать это. Зевс, Кретос, ты становишь сильнее, насколько твое путешествие продолжать. Но то, чтобы закончить твой путь, я дарю тебе силу Господню. Как бог Олимпа, я дарю тебе силу Зевсу. Возьми эту силу и используй для того, чтобы побеждать своих врагов. Спасибо, Зеус. Ты сделал хорошо, Кретос. Пойди с Городами. Пойди вперед в имя Олимпо. А, я понял, откуда мы вышли. Отлично. Отлично. Опа. Новый какой-то мистец. Отечка у нас появилась. Не понял твой хостел, твое сообщение. Что правильно сделал? То, что прохожу на этом уровне сложности или что? Так. Стоп, стоп, стоп. Тут такое место. Трагед Вьет. Трагед Вьет. Отлично, магия увеличилась, парни. А теперь будет немножко проще. Расправляться со всякой нежитью, у нас будет дополнительно один удар и буквально осталось один глаз Горгоны найти, для того чтобы увеличить еще и здоровье. Гостел, ты все неправильно понимаешь. Я объясняю, почему существует задержка. Во-первых, стрим, для того чтобы качественная картинка была, идет постобработка так называемая. Если вы делаете стрёмную постобработку, если у вас слабый процессор, либо вы просто не заморачиваетесь, то вы делаете так называемый Very Fast, качество картинки при этом очень паршивое. Если вы хотите, чтобы ваши зрители смотрели с нормальным качеством картинки, то приходится делать долгую постобработку, примерно на, я не знаю секунд, минимум 5-10, то есть картинка дольше обрабатывается, чтобы предоставить вам возможность смотреть в нормальном качестве. Дальше, если вы на стриме видите переключатель качества, это означает, что сервер, на который отправляется эта картинка, тоже дополнительно обрабатывает стрим. Поэтому тут происходит двойная работа. Сначала у меня процессор старается над тем, чтобы картинку улучшить, а потом еще и сервер, на который я отправляю поток, тоже работает с картинкой. Если ты включишь качество на премиум, то там задержки будет минимально, вообще. Если тебе 60 рублей не жалко, то можешь с меньшей задержкой смотреть стрим. Но всем остальным приходится вот удовольствоваться тем, что есть. Я понятно объяснил? Те стримеры, у которых нет переключения качества, у них задержка минимальна. И чаще всего и пост-обработки тоже нет особой. Там почти мгновенно сообщения отображаются на стриме. Так что гостал будь немножко более... Так что гостал будь немножко более... сдержанным в своих суждениях. Субтитры делал. Субтитры делал. Субтитры делал. Другая часть. Здоровья-то, а. У меня же здоровья нет. Теоретически можно тех бомжей расстрелять, но я не уверен, что я... Есть. А, вот эти вот нишечки я не смогу получить. Да, это Призрак Спарты. Только это первая часть. Пока же я не у Спартанца, а не часть Призрак Спарты. Нет, это первая часть в God of War. Самая первая. Да, которая выходила изначально на PS2 и затем вышла в Remastered Edition. В Переиздании. Нужен Глаз Гаргоны. Есть. Увеличиваем здоровье. Интересно, здоровье можно будет увеличить в теории еще один раз или два раза? Как вы думаете? Сколько влезет тут увеличенного здоровья? Опа. Хаммер, на это новость баян уже. Ну, как баян, она во-первых, очередет очередной пиар, во-вторых, ей уже сколько там, я даже не знаю. Но, так нормально она по времени доллар. Ну, а не . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если возникают какие-то эпизоды очень сложные, ну как вот у нас был недавно, очень сложно его пройти, то я и так в чат не отвлекаюсь. То есть я в чат смотрю только когда эпизоды, ну и опасность скажем так миновала. Поэтому от того, что вы напишите прямо сейчас или через 10 секунд, измениться ничего не может. Подсказки, если вы сказали там и они через 10 секунд появились на экране, я могу вернуться на 10 секунд назад, если я что-то пропустил. Поэтому здесь нет никакой проблемы. Вот у Костянчика 5 секунд задержка. Ай, Жин Юру. Ну я не знаю. Посмотрим. Надеюсь, что нет. Я первый раз вижу Гостел у себя на стриме. Приветствую тебя, новый зритель. Он просто еще пока не в теме, видимо, когда поймет, что это благо, а не плохо, то, что происходит сейчас. Он изменит свое мнение. Оракл! Кратос! Кратос! Ты пришел! О, спасибо, Афине, что ты пришел. О! Нет! Кратос! 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 Ты найдешь меня! Ты должен найти меня! Действительно. Все что произойдет, будет зависеть от этого. Ну что ж, нам придется Оракл найти. Интересно, если я пойду дальше, что будет? Можно спуститься вниз, а зачем нам вниз спускаться? Мы же были здесь уже, внизу. Ну-ка. Помните, да? Может тут что-то новое появилось? Женщина мертва, спасибо Кэп, тут нечего делать, надо валить отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, Гостел, если я где-то что-то недопонял, то, сори. Но ты мог бы просто написать, что я не понял, потому что я пока не знаю, о чем ты говоришь, то есть конкретизируй, что именно я не распознал, скажем так, в чем же я ошибся-то. А вообще нужно уже научиться понимать одну простую вещь. когда кто-то стримит, это совсем не одно и то же, как если ты играешь какую-то игру просто в одиночестве и не комментируешь ее. Очень тяжело делать три вещи одновременно, а именно нужно играть, читать и анализировать чат и комментировать происходящее. А при этом еще нужно подумать. Над вопросом иногда бывает, там какой-нибудь камерный вопрос возникает. то есть тут приходится три дела одновременно делать, как минимум читать, вникать, комментировать и играть. Попробую как-нибудь, просто ради интереса постримить. Пускай даже у тебя будет мало зрителей, но если бы они задавали какие-нибудь вопросы, что-нибудь писали, ты все поймешь сам. Ну есть конечно очень одаренные люди и стримеры, которые могут это все делать просто идеально, но таких я знаю буквально 1-2 человека из огромнейшей массы. Красиво, просто можно наслаждаться видом. Вы просто посмотрите насколько красиво все было нарисовано для 2005 года. Безусловно это ремастер, но здесь подтянули только разрешение и фпс. Красота. А не здесь ли гробовщик будет? Вот этот эпизод я просто обожаю. Кратос! 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 Помоги мне! Оху горгулей. Поганый. Привет, Андрей. Что-то очень плохо. Кстати, вот сейчас получается, что есть несколько в тему, то, что здесь и есть, как же там тетка-то. Гаргона ее, что ли, зовут? Нашелалась. Отлично. Интересно, а пока я их обоих не убью, они постоянно будут респавниться? Да. Еще. Слушайте, они постоянно восполнятся. Гаргулли там. Гаргулли. Отлично. Отлично. Афина выбирает аккуратно. Кто ты? Ты кто? Так, вот у тебя есть. Тебя есть, как хаоса. Ты тот избранный. Может, Афина спасет это? Неужели Афины спасет это все? Будь аккуратен. Не умирай, пока я не закончу эту могилу. Могилу? В середине борьбы? Кто будет оккупировать, старый человек? Ты будет, мой сын. О, у меня очень много для того, чтобы сделать. Все будет обнаружено в хорошем времени. И когда все будет потеряно, Кратос, я буду там, чтобы помочь. Не совсем я понял до конца диалог. Но, если я правильно понял, то именно Кратос поручил ему копать эту могилу. Не мешай мне, сын. У меня нужно работать, что сделать. А ты должен стою. Нельзя делать и то, и другое одновременно. Это самая первая часть. Сталин, привет. Килогерц привет. Слушай, Сталин, а я не знаю, кто этот мужик. Мы узнаем по сюжету дальше? Я, если честно говоря, не помню просто. Нам это откроется потом? В этой части, в первой. У меня какой-нибудь секрет есть. Не в этой части? Ну тогда говорите, кто он такой, а то я не помню. Мне интересно. Зевс. Слушайте, ну А Зевс Это как бы получается некое такое Смещение времени, что ли Зевс он как бы жив И уже после того, как его повергли А как он может быть одновременно и богом И вот таким опущенным пареньком По-моему, это не Зевс нифига Вот это хреново, у меня здоровья нет Сейчас на самом деле опасность уже миновала Я тоже думаю, что это не Зевс А вот и секрет Что Зевс да только что показывали Одного мужика Старика, правильно сказать С подбитым глазом У меня есть такое впечатление, что там они будут бесконечными Нет? Пока мы дырку там эту Каким-то образом Зацементируем Они, по-моему, вылетают Да, так и есть Давайте попробуем А что делать-то с ней? Как ее Закрыть эту дуру Кто-нибудь помнит? Нет, друзья? Так, я так... Ааа, всё ясно. Вот. Вот они. Что ты, да-да-да-да-да. Смотрите, а там есть ещё одна дыра? Или... Или только одна дыра? Вторая есть, понятно. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Смотрите. Да-да-да-да-да. Так, парни, у нас будет небольшой перерыв, после которого мы продолжим. Никуда не уходите, трансляция продолжится через 5 минут.